Я вот в последнее время заметил, что в так называемых фейковых этих каналах, телеграм-каналах и прочее, они цепляют в последнее время власть за что попало. Вот раздуть могут там скандал с невыплатами в какой-то конкретной организации, врачам, учителям и так далее. Я вчера Наталью Ивановну попросил, чтобы она обзвонила всех губернаторов, просто по-человечески предупредила их. Если есть какая-то проблема, ее надо решить на месте. Ну что там эта Бобруйская скорая помощь? Если они действительно работают и связаны с этими процессами эпидемическими, ну так надо поддержать людей. Это копейки для страны. Но с другой стороны, надо понимать, что в равные условия. Мы не можем поставить тех, кто сегодня выполняет, скажем так, чистую работу и грязную работу. В противном случае мы обидим тех, кто сегодня ходит в красную зону и работает с зараженными коронавирусом. Поэтому уравниловки быть не должно. Но грань почти незаметная. Вы же понимаете, что для них не главные эти врачи. Главное на этом, как-то у нас принято говорить, хайпануть. Хайп поймать, понимаете? Вот они на этом хотят какой-то хайп поймать. Это не наш путь. Но надо потерпеть. Мы с ними разберемся. Придет время, мы всех поставим на место. Закрывать рот никому нельзя. Пусть люди говорят так, как они думают, но так, как они думают. А журналист, если он журналист или там какой-то блогер или еще кто-то, они должны писать честно. Они должны объективно подавать информацию, а не поднимать скандал. Если не честно, если не соответствует действительности, за это надо отвечать. Как это было с первым российским каналом. И смотрите, Россия недавно потребовала, чтобы издания, которые написали фальсификации ковида в России, чтобы они извинились перед Россией. Так и зачем же они у нас это делали? Зачем российские каналы у нас это делали? И я тут россиян поддерживаю. Никто не имеет права играться на этой теме. Это жизнь людей. Тут я рядом с россиянами, но сразу говорю, и вы себя ведите ответственно по отношению к другим странам. Просто я прошу, надо потерпеть. Мы должны пройти этот путь, как мы его начали. И тогда люди разберутся, кто прав, кто виноват. Все уже в Беларуси получили прививку и выработали иммунитет к этим негодяям. Да, они это читают, но они правильно оценивают. А те, кто неправильно оценивают, они и хотят так оценивать неправильно. Мы их уже вряд ли перевоспитаем и повернем на путь правды. Это определенная часть людей. Они ненавидели и ненавидят этого Лукашенко. Считают, что надо побольше подкинуть проблем этому Лукашенко, чтобы он споткнулся и упал. Это же мы видели и видим сейчас. Поэтому к этому надо более спокойно относиться и просто людям рассказывать на фактах. Вот этот факт, а вот преподносят они так этот факт.